И началась новая жизнь. Я практически все время был в Кремле, я не ходил на заседания, хотя я уже не был членом Верховного Совета, я до этого был членом Верховного Совета, а когда становятся руководящие органы, то ты не являешься членом Верховного Совета, и как по должности там получается. Вот. Но война-то продолжалась, и тут завертелось все. Еще хуже, чем до этого, потому что на очередной съезд они выносят. После Седьмого у нас как-то очень быстро прошел Восьмой съезд. На Восьмом съезде был довольно серьезный конфликт, который разнимал уже Конституционный суд Зорькин. И Девятый съезд был уже посвящен целиком импичменту президента. Пытались ему добить импичмент с тем, чтобы покончить с этой войной. То есть война далеко начала заходить, глубоко-глубоко. И мы понимали, и Борис Николаевич уже говорил о том, что единственный выход вообще из положения – это обратиться непосредственно к людям. То есть провести референдум, который немножко вправит мозги вообще депутатам и покажет их место настоящее. И вот на Девятом съезде, вот после того, как импичмент не получился, с помощью Зорькина было достигнуто соглашение идти на референдум. Потому что нам нужна была новая Конституция, по-хорошему. В этой Конституции было двоечтение. Там президент, глава и государство, и высшее должностное лицо. А съезд народных депутатов может принять в своем рассмотрении любой вопрос, находящийся в компетенции Российской Федерации. То есть, как бы, съезд может выше. Более того, у съезда полномочий много. Они правительство назначают и снимают. Президенту импичмента объявляют. Референдум только по их решениям может проходить. А у президента ничего нет. Он референдум провести не может. Правительство не может ни уволить, ни назначить без съезда народных депутатов. Ничего нет. И распустить не может их. Ни по какому закону. Мы начали готовить референдум, который прошел очень успешно. Там читали вопросы. Да, да, нет, да. Я даже Борису Николаевичу подарил фотографию. Как-то вместе сидели в президиуме. А мне перед этим дали фотографию собачка, в которой написано нет, нет, да, нет. Одет такой фартук. Смешная такая, интересная. Я ему показываю, и Борису Николаевичу, ну и нет, нет, да, нет, да, нет, да, нет, да, нет. Смотрите, какую реакцию вызывает. У кого-то котята родились, они назвали нет, нет, да, нет. Значит, три сереньких, один черный. Я его собачку даже, посмотрите здесь, он расхохотался. Ну, в общем, мы выиграли. Референдум по полной программе. Но Зорькин опять пришел на помощь Хазбулатову. И вынесли решение, что референдум не имеет юридического значения. Он имеет только значение как опрос общественного мнения. Так что вот война продолжалась. И опять, благодаря, так сказать, тому, что не совсем верно себя повел председатель Конституционного суда. Там, конечно, были личные моменты у Зорькина. Потому что Борис Николаевич вначале их, как президент, довольно сильно обеспечивал. Там, отдельными дачами, которые им дали правительственные, там, автомобили, которые, так сказать, охрану, которые здание. Ну, полное обеспечение. Это прямо как короли были, так сказать, которые особо ни за что не отвечали. Но имели очень большое значение для России и нынешней, и будущей. Потому что в их руках фактически находилась судьба президента, судьба реформ, судьба Конституции, в конце концов. И законодательства нашего всего. Ну, и когда Зорькин посмел там несколько раз выступить против поддержки Хасбулла, то начали ломаться отношения и у Бориса Николаевича с ним. И тут, я думаю, были, конечно, ошибки. Я не знаю, лично его или его окружение. Потому что сам-то не распоряжался этими вещами. Распоряжался ФСО и его личная охрана. Начали выселять там с одной дачи, похуже дачу дать там машину, охрану начали снимать и прочие вещи. Конечно, это вызвало определенное озлобление у Зорькина. Учитывая его жену, которая вмешивалась во все дела и которая была довольно строптива по своему характеру. Конечно, это усугублялось с каждым разом. И, в конце концов, привело к тому, что, на мой взгляд, это совершенно очевидно, для меня, по крайней мере, что 93-й год в значительной степени был спровоцирован, конечно, поведением самого Зорькина, который сумелся решать эту проблему и, как бы, отторгнуть от власти президента на быстро собранном конституционном суде. Они там массу сделали ошибок и, в том числе, нарушения регламента. Но, тем не менее, решение состоялось тогда, на этом злосчастном 10-м съезде, когда президенту объявили импичмент и вместо исполняющего обязанности поставили тогда Руцкого. Вот. И в этот случай, ну, было непонятно. Голосование есть голосование. Большинство это 50% получило, не 50% получило, это люди высказались. Они же не высказались за то, чтобы, там, снять кого-то. Они высказались за новые выборы. Это нормальный процесс. А новые выборы – это всегда очищающий процесс вообще в любом государстве. И так же, как и Борис Николаевич попытался, так сказать, избавиться от Верховного Совета и прекратил его существование. Но не просто, он же сказал, будем выбирать новый парламент. Это очищение, это нормальное очищение, которое должно было состояться. Ну вот, а когда прошел референдум, и мы победили, однозначно совершенно, потому что была поддержка Ельцину, была поддержка реформам Вайдара, была высказана против преждевременного выбора президента, но была высказана за преждевременные выборы Верховного Совета. И можно было углублять, так сказать, эту позицию и дальше. Даже если это не признано юридически, то президент, в принципе, мог, в общем-то, настоять на том, чтобы прошли досрочные выборы Верховного Совета. Борис Николаевич по другому пути пошел. Он пошел по пути создания новой Конституции. И где-то 29-го, по-моему, апреля, собрал губернаторов, руководителей республик, и был представлен новый проект Конституции, где совершенно однозначно уже решался вопрос у власти. Вот, для того, чтобы придать общественный характер, потому что было одно затруднение довольно серьезное, Конституцию, по Конституции принимает съезд народных депутатов. И мы это почувствовали с первых дней, вот эту тупиковость. Именно благодаря вот этому мы решили подключить как бы общественное мнение к созданию Конституции, с тем, чтобы создать общественное давление на съезд народных депутатов, чтобы приняли эту Конституцию. Было создано Конституционное совещание. Довольно мощное совещание. Там было пять палат. Палата государственная, куда вошли высокие чиновники. Палата региональная, палата партийная, общественная, палата предпринимателей и палата местного самоуправления. Как бы все элементы охвачены участников, которые должны были работать над этой новой Конституцией. Естественно, новый проект Конституции был передан в палаты. И мы начали собирать, так сказать, их предложения с тем, чтобы создать уже какую-то единую Конституцию. 12 июля на собрание Конституционного совещания в Дворце съездов он проходил в Кремле, большинством голосов она была принята. Но не как Конституция, как проект. Как единый проект, выработанный на Конституционном совещании. И нам, для того, чтобы подкрепить это общественное мнение по этой Конституции, мы решили подключить местные законодательные органы. И передали Конституцию туда, для того, чтобы там они обсудили или дали свои замечания, но при этом дали одобрение, так сказать, этого проекта. Когда начался этот процесс, то Хазблатов, использовав вертикаль вот этой законодательной власти, взял и всех распустил в отпуска. Процесс затормозился. Более того, значит, он в парламентском центре начал каждую неделю собирать некий актив, на котором начали вновь анализировать реформы, социальную сферу, самого президента, правительства. Там пошли, так сказать, в ход вот эти всякие однозначные намеки, над которым смеялась страна. И было понятно, что, в общем, война продолжается. И им удалось вновь создать такую общественную атмосферу, при которой эти вопросы стали центральными. Ну, а нам стало известно, что они готовят ряд законодательных актов, которые ухудшают положение самого президента, которые довольно значительно обедняют составляющие бюджета на развитие страны за счет социальной, так сказать, составляющей, которые в значительной степени ограничивают возможности средств массовой информации и так далее.